Начинаем готовку. Приходи. Что, он сломался? Да, мини-пельмень. Будь моей. Всем привет, с вами Супер Стас. Мы в этом году начинаем готовку. И знаете чего? Огромные пельмени и самые малюсенькие. Вот такие вот. Мы нашли кулинарную студию. Спасибо нашим друзьям. Это студия Кривер, которую нам предоставили. Мы будем здесь готовить. Хватит болтать. Погнали готовить вкусненькие пельмени. Ну что, ребят, тесто для пельменей легче некуда. Но мне кажется, даже в нем я немножко накосячил. Нам понадобится мука, яйца, соль и вода. Проще некуда? Конечно. Давайте начнем. В рецепте нам говорится, что для порции пельменей нам понадобится одно яйцо, один стакан воды, одна чайная ложка соли и 600 грамм пшеничной муки. Мы это все увеличим в 6,5 раз. Ну что, я просил наши 4К мамонки. На ебтики! Начинаем разбивать наши яйца. Начинаем маскарад, как говорится. Поехали. Так, я сейчас быстро подготовлю 6,5 ложек соли, чтобы замешивать вместе с солью. Всыпаем немножко муки для нашего теста. И начинаем замешивать уже, не отходя от кассы. Так, ну что, я уже честно заебался. Я специально разделил на две части, чтобы легче было вместить. Одна уже готова, как видите. Домешиваю уже вторую часть для наших пельменей. Готово. Отправляем все это на 30 минут в холодильник, а мне нужна реанимация. Полунина часа вейтинг. Так, Сань, что-то пока мы готовим, я проголосился. Давай по-быстрому что-то закажем. Да ну, оно будет ехать час, а то и полтора. Слушай, мы сейчас закажем в кухне на районе, еда у нас будет через 20-30 минут. Я даже не успею доделать пельмени. Тогда мне первое, второе и десерт. А если ты не знал, Кухня на районе это московский сервис доставки простой, свежеприготовленной еды за полчаса. И главный плюс, всегда бесплатная доставка и нет минимальной суммы заказа. Просто посмотри, какой выбор еды. По секрету, бро, я там заказываю каждый день. Смотри, что я там ем. У меня около 80 заказов в кухне на районе. Вот, например, я ем блинчики с рикоттой или чиа пудинг с манго. Ну или бифштекс из говядины. Смотри, есть наборы на весь день. Пицца, роллы, супчики, салаты и горячее. Пока я сказал, нам приехала еда. Вот, например, куриная грудка с пюрешечкой. Или вот, смотрите, оливьешечка. Просто все свежайшее. Мы кушать, а вы, мои подписчики, ловите промокод на 300 бонусных рублей. Ссылка в описании. Промокод действует только для новых пользователей. Так что переходите, заказывайте. Это очень вкусно. Я рекомендую. Так, мы с Саней уже покушали, так что мы довольны, не голодны. Ссылочка в описании. Что нам понадобится для начинки? Нам понадобится свиноговяжий фарш. 3,5 килограмма. 6,5 луковиц, соль, чеснок и перец. По моим математическим числениям нам нужно 3,5 килограмма вкусного фарша. И отправляем измельчать наш лук. Так, ну что, начинка наша готова. Время уже протикало полчаса. Моя гостья еле, еле, еле добралась. Скоро вы ее увидите. А сейчас я возьму тесто. Приходи. Что ты, Вика, там стоишь? Говорил давно. Заходи уже в кадр. Что ты как неродная? Девчонки и мальчишки. А также их родители. Ты знаешь, зачем мы здесь собрались? Пельмени для пить. Вот. Ну какие пельмени? Маленькие. Нет, большие. И большие. А потом есть. А потом есть. Так, ну что, сейчас попробуем сделать большой пельмень. Отрезаем кусок теста. Примерно это у нас будет пельмень. Эх. Делаем курдюпельку. Как у бабушки моей? Еще больше. И вкусно. Как у моей бабушки. Укажется, я бабушка. Теперь раскатываем тесто. Слишком эластичное тесто. Оно раскатываешь, а оно обратно. Она говорит, нет. Почему-то круг не получается. Странно, конечно. Я даже не знаю, что это за форма такая. То есть, талками не получилась, а ручками у тебя получится, да? Да. Попроси тарелку, кстати, круглую. Засовывай. Подними. У меня ногтей нет. Накладывай на одну половину. Я руки пачкать не очень хочу. Ты приходишь на кулинарное шоу и будешь пачкать руки, да? Ой. Это ватрушка. Это пельмень. Первый есть. Так, готовим второй пельмень. Подарок себе. Это ожерелье, спасибо. Стой, мы сейчас сделаем двойное. Это браслет. Давай, накладывай. Давай, пельмешек, готов. Так, ребят, мы сделали два больших пельмени. Думаю, нам хватит. Оператор сказал, третий не хочет. Кушать не голодный. Голодный стоит там, больше еще в нашей кухне на районе все стоит. И сейчас я подготовлю тесто для маленьких пельмешек. Будет этим маленькими ручками лепить такие массивные, пустенькие штучек 20. Да, таких пельменей мир еще не видел. Доставай. По одному пельменю я думала сначала. Мини-пельмень. Я придумал. Сделай еще такую, сверху закрывай. Хорошая идея. Пельмешки без спешки. Это ты едешь без спешки. Пельмешки без спешки. Чуть пельмень не потеряли. Такие ми-ми-ми-ми-ми. Ну что, пока Вика лепит, вырезает там. У нас уже стоит большая кастрюля для наших больших пельмешей. Уже не ждется, чтобы попробовать, получится у нас или нет. Так, ну что, одеваем кольцо пельменоделателя. Вескос Кастомс. Боже, какая шутка. Ну что, первый пельмень пошел? Бля, как у вас есть, мистер. Это реально же путь. Ну что, операция «Спаси рядового пельменя». Он там уже кипит. Ставьте ставки, достану я его или нет? Блин, страшно. Бареник. Один пельмень есть. Отправляем, борится второй. Так, ну что, наш второй пельмешек готов. Что, он сломался? Да. Два пельмешка готова. Так, ну что, ребята, у нас готово вот столько пельменей. Мы сейчас варим уже маленькие. Так, ну что, наши мини-пельмешки готовы. Мы сейчас берем, все пересыпаем в тарелочке, ставим в стол. Берем сметанку, берем маслицу, садимся и трапезничаем. Для вас это одна секунда, а для нас это вечность. Вика, наш праздничный стол накрыт, но я давно хотел кое-что сделать. Я готовился, потому что я позвал тебя на съемку. Я хочу себе сделать предложение. Будь моей пельмешкой. Ам-ням-ням. Всегда согласна. Ой, он тут, сними вот тут, смотри, он растекается. Тебе немножко маслица. Так, ну-ка, масло куда? И мне немножко масла. Тут масло больше, чем пельмени. Натираем прям мяско и сметанку. Ну масла ты очень много сделал. Я хоть попробую. Разница какая. Ммм, это вкусно. Ну теперь я попробую свой пельмешек. Не, ну скажи, реально вкусно. Я давно пельмени не ела. Саня, не слева в кадр. Не вкусно? Быстроско. Красный, ебан. Давай укуситься, не? Ммм, на вкус лучше, чем на вид. Поверь, я не распробовал. А маленькие. Да что, вкуснее. Не будем отвлекать Вику от еды. Хочу подвести итоги. Маленькие пельмешки, они получились изящные, проще, легче варить, но не чувствуется почти мясо. То есть они как залетают, как семечки. Большие пельмени. Получилось, что много начинки, меньше теста и они прям сочные, мощные. Этим я поставлю 6 из 10, потому что они как, ну как семечки. А большим пельменем я поставлю 9 из 10, только немножко за внешний вид балл сниму. Вкусно, но некрасиво. В общем, ребят, ставьте лайк, если хотите продолжение большой еды. Потому что я хочу сделать большой золотой стейк и большие суши. А то есть роллы. Хочешь поучаствовать? С роллами? Да, огромные такие. Роллы я люблю. Ставьте лайк, чтобы Вика пришла в платье готовить ко мне какой-нибудь ужин вечерний. Давай лайк, пожалуйста. Нет. Ребят, знаете, поставьте лайк, а я ее уговорю, поверьте. Мы там забомбим везде и директ. Вика, приходи к Стасу в вечернем платье. Сговорились. Вот. С вами был Супер Стас, кулинарная студия Клевер. Спасибо им большое. Мне приятно здесь готовить. Здесь есть все, так что ссылочка на них в описании. Давай увидим, досмотрели они до конца или нет. Пишите Вика, Абжора, создай канал. С вами был Супер Стас, большие пельмени, Вика, Абжора. Всем пока-пока. Мы вас любим. Ставьте лайки. Лайк, 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 подписочка. Скоро миллион. Миллион. Да. Да.